Тест скажет мне, кто я и где мне надлежит быть. Я умная? Добрая? Правдивая? Самоотверженная? Или смелая? Продолжение следует... Как уже было показано ранее, скрыть свои недостатки невозможно, но если вы захотите, то легко сможете подчеркнуть и развить свои достоинства. Для начала надо провести у себя инвентаризацию и выявить свои негативные слайды. Задайтесь вопросом, что вам в себе не нравится, что вы хотите скрыть, от чего избавиться. Слайды человек создает бессознательно. Теперь проснитесь и осознанно посмотрите на свои негативные слайды. В осознанном состоянии вы их легко обнаружите. Необходимо выбросить из головы подобный хлам. Как это сделать? Просто так вы от них не избавитесь. Это не бороду сбрить. Если будете с ними бороться, они проявятся еще ярче. Нужно лишить слайда основы, на которой он держится. А именно, вашего внимания и значения, которое вы им придаете. Внимание необходимо переключать с негативного на позитивное. Махните рукой на все, что досаждало, и перестаньте с собой бороться. Отвернитесь от своих недостатков и переключите внимание на достоинства, которые у вас есть и которые вы хотите приобрести. Для вас важно скрыть свои недостатки? Это основа для негативного слайда. Вам важно производить хорошее впечатление? Это будет основой для позитивного слайда. Все осталось на своих местах. Изменилось лишь направление вашего внимания, вашей важности. Нарисуйте себя так, как хотите себя видеть. Это не будет самообман. Потому такая игра вполне осознанна. Самообманом вы занимались в то время, как боролись со своими недостатками, полагая, что можете их скрыть или уничтожить внутренним намерением. Создайте себе слайд, где вы блистаете во всей красе. Любите себя в этом слайде и ухаживайте за ним, добавляя все новые детали. Слайд не обязательно должен содержать статистическую картинку. Это может быть представление о том, как грациозно и уверенно вы двигаетесь, как элегантно одеты, какие у вас аристократические манеры, как вы блистаете остроумием, излучаете обаяние, располагаете к себе людей, легко справляетесь с проблемами. Теперь вставляйте в голову этот слайд и вперед. Позитивный слайд, так же, как и негативный, будет оказывать непосредственное влияние на ваши действия и поведение. Вы невольно и даже бессознательно будете подстраиваться под слайд, но основную работу будет выполнять внешнее намерение в соответствии с картиной слайда. Воспроизводите созданную картину в мыслях до тех пор, пока слайд не растворится. Как это понимать? Со временем слайд фактически превратится в часть вашей личности, и тогда он перестанет быть слайдом. Когда вы добьетесь желаемого, оно перестанет иметь для вас значение. Важность исчезнет, и слайд растворится. Но миссию свою он выполнит. Это будет означать, что душа пришла в согласие с разумом. А это обязательно произойдет, ведь вы этого хотите и душой, и разумом. Пока разум пытается превратить слайд в действительность, в глубине души вы все равно осознаете, что это лишь игра в маски. Но если вы будете последовательно и систематически фиксировать в мыслях картину слайда, душа привыкнет и согласится принять слайд как свою неотъемлемую сущность. Не забывайте о том, что внешнее намерение не может мгновенно реализовать этот слайд, а действует постепенно. Как видите, добиться желаемых результатов не так уж сложно. Дело только в решимости иметь. Картины слайдов могут относиться к любым качествам, которых, по вашему мнению, у вас не достает. Однако вы должны отдавать себе отчет, насколько реально воплощение такого слайда в действительность. Не следует сразу рисовать идеальную картину. Начинать лучше с реально достижимых ступеней. Со временем вы сможете подняться на более высокие ступени. Ни в коем случае не срисовывайте образ людей, которые, по вашему мнению, обладают необходимыми качествами. Ваш слайд должен быть именно вашей, а не чужой копией. На этом мы подробнее остановимся в следующей главе. А пока отметим, что любое качество имеет заменитель, который на данном этапе ближе подойдет именно вам. Смелость можно заменить решительностью, красоту – обаянием, силу – ловкостью, умение говорить – умением слушать, интеллектуальность – осознанностью, физическое совершенство – уверенностью. Поставив реально достижимые цели, вы даете внешнему намерению возможность быстрее выполнить ваш заказ минимум и приступить к реализации более сложных задач. Позитивные слайды действуют особенно эффективно и быстро, если вы идете на встречу с незнакомыми людьми, которые еще не составили у вас представления. Это может быть собеседование, конкурс, вечеринка или что-то в этом роде. Смело вставляйте в голову нужный слайд и ничего не бойтесь. Не забывайте про картину на слайде, держите ее постоянно в сознании. Позвольте себе роскошь отбросить всякие колебания и сомнения. Типа, а вдруг не получится? Ведь вы ничего не теряете, отбросив сомнения. Если хватит решимости иметь, вы добьетесь максимально возможного, а иногда и невероятного успеха. Позитивные слайды можно создавать не только в отношении своей личности, но и по отношению к окружающему миру. Такие слайды будут пропускать все позитивное и отбрасывать негативное. Как бы там ни было, выгодно прежде всего быть открытым для всего хорошего, а все плохое игнорировать. На выставке вы останавливаетесь возле приглянувшихся экспонатов и равнодушно проходите мимо того, что не нравится. В этом отношении окружающий мир отличается от выставки тем, что негатив будет вас преследовать, если не будете равнодушно проходить мимо. Позитив, в свою очередь, будет всегда с вами, если будете с радостью его принимать. Может показаться, что позитивные слайды подобны розовым очкам. Вопреки сложившемуся мнению, розовые очки – это изобретение пессимистов, а не оптимистов. Пессимисты прагматично опасаются видеть все в розовом цвете и назидательно предостерегают оптимистов. Такая прагматичность есть не что иное, как негативный слайд. Пессимист не решается позволить себе роскошь иметь, а поэтому и получается ответственно. Не стоит особо беспокоиться о том, что позитивный слайд тоже искажает восприятие. В большинстве случаев это искажение незначительно, поскольку внутренний контроль все-таки делает свое дело. Искажение, вызванное позитивным слайдом, пойдет только на пользу, если, конечно, вы не вообразите себя Наполеоном. Но всем хорошо знать меру и помнить про избыточные потенциалы. Негативные слайды своим искажением приносят неизмеримо больше вред. Но искажения это еще не самое главное. Основное свойство слайдов состоит в том, что внешнее намерение медленно, но верно воплощает их в действительность. Что там дальше? Земли, не оправившиеся после войны. А ты знаешь? Стену не просто так построили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok